Блин, ребята, опять звонить телефон, ну это уже просто невозможно! Целое утро это продолжается, куча звонков, куча сообщений, куча уведомлений, а я не хочу, не хочу на это всё отвечать, не хочу ни с кем вообще общаться, потому что у меня неожиданно, ребята, просто пропало настроение. Да, кстати, всем привет, меня зовут Пиксель, ну и как вы уже поняли и как вы уже заметили, прямо сейчас я нахожусь у себя в деревне жителей номер 13. И сегодня, как многие знают, 4 ноября, а это означает только одно. Сегодня у меня самый настоящий день рождения, да, это никакой не прикол, это чистая правда. Сегодня мне исполнилось 22 года, ребята, и я действительно не хочу никого сегодня видеть. Я хочу просто, вот знаете, сидеть у себя дома, зашторить вот так вот все окошечки, и я не знаю, либо просто лежать на кровати, либо смотреть какие-то видосики и сериалы на компьютере. Не знаю, почему так происходит, обычно день рождения это праздник, вокруг тебя куча людей, все тебя поздравляют, чего-то желают. А вот у меня сегодня что-то случилось с настроением, и напишите, пожалуйста, в комментариях, ребята, было ли у вас хоть раз вот такое вот, что в ваш праздник вы полностью без настроения. Ё-моё, кто-то в двери стучит. Походу некоторые жители уже проснулись и решили прийти и меня поздравить. Так, ребята, аккуратненько. Я вот так вот от третьего лица посмотрю в окошко, и да, реально, там стоит носатый. Нет, ребята, нет-нет-нет-нет-нет, меня это точно не устраивает. Мне, мне нужно, мне нужно куда-то спрятаться или... Нет, пока прятаться я не буду. Я просто, я просто не буду открывать двери. Пускай житель думает, что я с самого утра куда-то в город уехал. Пиксель, Пиксель, просыпайся, с праздничком тебя! Да в том-то и дело, что я уже проснулся, хотя лучше бы не просыпался. Надеюсь, он... Ё-моё, перестанет тарабанить мне в двери. Давай, носатый, давай, ты же смотришь прямо сейчас в окошко, ты же видишь, дома никого нет. Пожалуйста, подумай, что Пиксель просто-напросто куда-то уехал. Ёшкин кот, да куда он делся? Прогуляться, что ли, вышел? Ладно, пойду ещё жителей позову и зайду немножечко попозже. Офигеть, этого мне ещё не хватало. Толпы под домом мне точно не надо. Но вроде как носатый действительно ушёл. Ё-моё, ребята, я не знаю, что мне делать. У меня действительно такое, ну, действительно впервые. Я не хочу никого видеть. И мне определённо сегодня нужно от всех спрятаться. Просто вот куда-то закрыться, чтобы этот день поскорее закончился. И, возможно, завтра всё будет нормально. Не хочу ни подарков, не хочу какого-то сладкого стола, не хочу ничего отмечать. Хочу просто-напросто, ребята, удалиться. Хочу, чтобы этот день как можно скорее закончился. Я не знаю, может быть, может быть в кузнице временно, так скажем, пожить. Все носатые будут приходить к моему домику, будут дарить мне подарки. А я просто-напросто вот здесь вот буду аккуратненько сидеть. Как мне кажется, идея довольно-таки здравая. Самое главное, чтобы никто из жителей не заметил, как я сюда вошёл. И, естественно, ещё одно самое главное, чтобы сюда неожиданно кузнец не пришёл. Это ещё чё там за ерунда? Вы посмотрите! Буквально пару секунд прошло, я вижу возле своего домика какие-то столы, на которых, если мне не кажется, стоят фрукты, коробка от пиццы и самый настоящий тортик. Ё-моё, походу ещё, ещё подошли носатые для того, чтобы меня поздравить. Я вот так вот аккуратненько, аккуратненько выгляну, и это действительно ёшкин кот правда. Да куда этот пиксель делся? Сейчас торт растает! На улице-то тепло, блин! Ой, да кто его знает? Наверняка поехал куда-то с друзьями свой день рождения отмечать. Вот-вот-вот, вот это просто замечательно. Пускай жители так и думают, пускай думают, что я действительно с самого утра, а ещё лучше со вчерашнего вечера, уехал из этой деревушки. Сейчас они всем это расскажут, и в деревне меня никто не будет искать. И я смогу дальше, ребята, жить самый обыкновенный день. И да, кстати, вон кузнец, и пока что, как вы видите, он сюда не собирается. Ой, слушайте, носатые, отчего мы паримся? У меня же телефон с собой! Давайте ему просто позвоним! Так, тихо-тихо-тихо-тихо, ребята, срочно ставлю... Фух, набеззвучный, успел, блин! Офигеть, вы представляете, что бы сейчас было, если бы жители услышали звонок в кузнице? Они бы 100% сейчас сюда забежали с тортиками, с вот этими фруктами, начали надевать на меня вот эти вот колпачки, петь мне песни, желать всего самого лучшего и так далее и тому подобное. Но, слава богу, ребята, я успел среагировать. Всё, ещё одна группа жителей думает, что я просто-напросто куда-то пропал. Учитывая, что жители моей деревни мне только что позвонили и убедились, что у меня нет дома, ребята, мне кажется, я могу вернуться к себе в жилище, потому что в кузнице действительно сидеть небезопасно. Блин, сейчас начнётся рабочий день, сюда зайдёт кузнец, и весь мой план, ребята, просто-напросто полетит крахом. Так, возле моего домика никого нету, носатые ушли, а это просто замечательно. О, Пиксер, привет! О, П-П-П, этот, П-П-П-П, привет, житель! А мы думали, тебя в деревне нет? Ёшкин кот, нужно всем рассказать, что ты здесь! Ё-моё, блин, ребята, ну вот как он меня заметил? Как он тут вообще оказался? Ну они же все отсюда ушли, ёшкин кот! И что самое обидное, я даже не мог это место досмотреть, потому что тут окон нету, ё-моё, блина! Блина, блина, ещё раз блина, всё, всё, ребята, жители меня обнаружили. Он просто в секунду испарился и 100% побежал всем рассказывать, что я в деревне. Господи, боже мой, а это там что такое? Ё-моё, чё тут, блин, происходит? Нет, ребята, нет-нет-нет-нет-нет, меня это точно не устраивает. Где мой железный топор? Где мой железный топор? Я просто обязан прямо сейчас вот сюда прокопаться и спрятаться под кроватью. И я буду надеяться до последнего, что жители меня не заметят. Всё, стою тут, никого не трогаю. Меня нет в деревне, жителю просто показалось. Носатый, а ты уверен, что ты Пикселя видел? Вот, мы к домику подошли, нет тут никого. Да я 100% тебе говорю, он из кузницы вышел. Ещё так удивился, что я его заметил. Он, наверное, куда-то спрятался. Давайте, давайте, заходим в домик. Осматриваем абсолютно всё жилище. Пиксель, Пиксель, вылазь, мы тебе с днём рождения хотим поздравить. Это куда он делся? Ё-моё, ребята, это просто какой-то капец. Они реально тут какую-то поисковую операцию начали. Ё-моё, я сейчас просто-напросто спалюсь. Пиксель, если ты сейчас не вылезешь, мы тебе домик разрушим. Мы знаем, что ты где-то здесь. Всё, начинается, ребята, начинается вот этот шантаж. Ладно, всё, всё, короче, хватит с меня. Всё, пора отсюда вылазить и сказать жителям всё как есть. Всё, Носатый, всё, пожалуйста. Не нужно, пожалуйста, ничего разрушать. Я вот он, вот он спрятался просто под кроваткой. Ура, Пиксель, с днём рождения тебя, счастья, здоровья, всего самого лучшего и побольше подписчиков. Да, Носатый, спасибо вам, конечно, большое за поздравление, но, блин, я не просто так, если честно, от вас спрятался. У меня сегодня совершенно нет настроения. И, если честно, я хочу, ну, знаете, побыть один, короче. Да какой один, Пиксель, ты чё издеваешься? Такой день, такой праздник. Недаром говорят, день рождения только раз в году. Мы тебе подарки приготовили и небольшое развлечение. Ну, пойдём, ну, пожалуйста. Жители, ну, действительно, как-то не хочется вообще выходить из дома. Может быть, погода на меня так влияет. Может быть, не знаю, короче, просто нет настроения. Ой, Пиксель, ну, хватит тебе, хватит. Пойдём, пройдёмся. Развеешься, настроение поднимешь, скушаешь вкусненький тортик. Ой, ладно, Носатый, я это сделаю только потому, что вы мои друзья. И мне как-то, если честно, жалко тратить ваши старания. Вы там что-то готовили, как я понимаю, а вас игнорировать не очень хочется. Ладно, хорошо, ребята, хорошо. В конце этого ролика раз уж меня уже рассекретили, раз уж жители меня заметили, давайте я подойду вот к этой непонятной установке. Стоят какие-то мишени, паркур какой-то я тут вижу. И если честно, всё это довольно-таки загадочно. Чё это за подарок такой? Это интерактивный подарок, Пиксель. Мы подготовили очень крутые луки, чтобы ты развлёкся и немного пострелял. А потом прошёл простенький паркурчик и получил презент. Мы всеми жителями на него скидывались. Ладно, это довольно-таки интересно. Окей, хорошо, давайте я попробую. Ё-моё, ребята, действительно очень крутые луки. Посмотрите, какой-то эндер-драгон лук, прикольно. Радужный, вот такой вот спектральный, ледяной и какой-то защитнический, если я, конечно, правильно перевёл английское слово. И давайте в каждую мишень выстрелим из разного лука. Носатый, ё-моё, уйди оттуда! Если сейчас попаду по тебе, у тебя будут огромные-огромные проблемы. Ё-моё, вот этот лук очень точный, ребята. Куда прицелился, туда и попал. А вот этот, видимо, какой-то, знаете, ну, странненький. Нужно брать немножечко повыше. Дальше стреляю ледяным луком. И, о, у этой стрелы были какие-то эффекты. Видимо, если стрелять по какому-то мобу, то этот моб будет заморожен. Блин, прикольно, прикольно. И последний, вот такой вот синенький защитнический лук. И, по большому счёту, он тоже довольно-таки точный. Урон везде, ребята, я уверен, просто суперский. И, как мне кажется, эти луки действительно в будущем нам в деревне пригодятся. Будем оборонять её и так далее и тому подобное. Немного постреляли, ребята, и сразу, сразу отправляемся на вот этот замечательный паркур. Потому что, если честно, жители меня немного заинтриговали. И действительно интересно, что они там... Господи, боже мой, такого подготовили. Ненавижу паркур с лестницами, но благо здесь я справился. Проходим дальше, ребята. Прыгаем на сундучок и... О, прикольно, слушайте. Блин, очень мило. Лежат 8 яблочек и 1 стак изумрудов. На самом деле офигенный подарок. Потому что на 1 стак эмиральдов я могу купить практически всё, что угодно. И новый компьютер, и новый телефон, и наушники, и мониторы, и кучу вкусной еды. И, по большому счёту, у меня ещё сдача останется. Поэтому этот подарок действительно классный. Жители, спасибо вам большое. Ой, Пиксель, это ещё не всё. Мы тебе кучу подарков подготовили. Но они, к сожалению, ещё не приехали. Но поверь мне, там очень, очень много классных вещей. Мы действительно тебя от чистого сердца поздравляем с днём рождения. И желаем успехов, ну, в твоём ютубе, короче. Спасибо, жители, спасибо. Действительно очень приятно, что вы запарились и подготовили вот такую вот самую настоящую инсталляцию. И раз уж вы там стол накрыли, может быть, перекусим? Да, конечно, перекусим, Пиксель. Сейчас каждый житель скушает по тортику. Во, вот это на самом деле по-нашему. Сейчас посидим, пообщаемся, выпьем чаю и немного по трапезе чаем. Ребята, а как вы понимаете, видео я буду на этом заканчивать. Пойдём с нас с этими немного отметим мой день рождения. А вы пока что не забывайте подписываться на канал, дыкать на лайк и нажимать на колокольчик. Заранее всем огромное спасибо за поздравления и в моём телеграм-канале, и в дискорде, и в комментариях под этим роликом. И в качестве подарка можете поставить лайк и подписаться на мой канал. Мне будет очень и очень приятно. Всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи, до завтра и пока-пока.